Здравствуйте! В эфире информационная программа «Республика» в студии Ольга Алексеева. О главных новостях Чувашии прямо сейчас. Иммунопрофилактика. Привитые от коронавируса в республике начали получать электронные паспорта вакцинированных. На страже порядка. Следственному комитету страны исполнилось 10 лет. Крещенские купания. В республике повсеместно идет подготовка купелей. Гладко было на бумаге, да забыли про враги. Проект строительства части автодороги М-12 по территории республики вызвал немало вопросов. Которые требуют оперативного решения. Спорные темы были озвучены еще в начале недели на общественном слушании в Шумерлинском районе. Накануне возникшие проблемы обсуждали в Доме правительства на рабочем совещании. Трасса М-12 стратегически важный и инвестиционно привлекательный проект. Ее строительство одобрил президент России после обсуждения с правительством. Трасса М-7, она уже и морально устарела, и физически устарела. И вот эти длинные тягуны, которые есть, не позволяют сегодня преодолевать экономику страны. И сегодня многокилометровые пробки машин, это фуры, в основном, которые стоят. Это замедление экономики, это себестоимость продукции, это, в конце концов, наши деньги. Но из-за большой экономики не должны нести ущерб и малые. Так правительство Чувашии беспокоит, будут ли привлекаться к работам местные подрядчики. Как выяснилось, 95% рабочих уже сформировавшийся костяк компании, который будет вести большую стройку. Но все же примерно 500 жителей Чувашии намерены трудоустроить. Кроме того, возможно, на перевозку материалов, погрузочно-разгрузочные работы, строительство временных дорог будут привлекаться компании из Чувашии. Но есть определенные условия. Естественно, эти организации, они должны иметь опыт строительства федеральных автомобильных дорог, чтобы качество, сроки и условия сдачи работ как бы соответствовали. Олег Николаев предложил размещать на Чувашских ресурсах информацию о строительстве, вакансиях и необходимом объеме работ, чтобы местные компании участвовали в торгах. Первые аукционы планируют объявить весной после того, как будет готова проектно-сметная документация и проведена экспертиза. Еще один вопрос, который волнует правительство – восстановление автодорог после перевозки грузов. Они явно пострадают. На уровне Минтранса России принято решение, что восстановление их качества будет происходить за счет проекта «Безопасные и качественные дороги». Отдельная тема – о восстановлении песчаных карьеров. Подрядчику для строительства 100 километров дороги необходимо от 10 до 14 миллионов кубометров песка. По данным Минприроды Чувашии, запасы уже разработанных карьеров – 9 миллионов кубометров. Но материал должен соответствовать ГОСТам. Пока ведутся изыскательские работы в Шумерлинском районе. При этом инженеры компании при отборе проб повредили поля одного из сельхозпредприятий. Для нас каждый гектар земель-сельхоз назначения – это как золото. Если здесь мы с вами будем вырабатывать решения и принимать их, надо учитывать это. Прошли общественные слушания в Шумерлинском районе, мы как раз в прошлый раз обсуждали. К сожалению, произошли там определенные несогласованные действия, когда там, условно говоря, ехали проектировщики по пути и решили там заодно еще пробурить на землю сельхоз назначения пару, скажем, скважин. Причем там на этом месте сейчас развивается КХС-сельхозкооператив, очень успешный причем сельхозкооператив. Там были засеянные зимы. Скоростная платная трасса пройдет по нескольким лесным массивам и разделит их на части так же, как и миграционные потоки животных. Чтобы снизить негативное влияние на природу, будут созданы тоннели и экодуки – зеленые мосты в местах пересечения путей животных. Правительство Чувашии также предложило обустроить третью транспортную развязку вблизи поселка Ибресе. Сейчас по проекту они предусмотрены только у Шумерли и Комсомольского, а между ними – 70 километров. Представители госкомпании «Росавтодор» обещали изучить вопрос, чтобы включить в проект новую развязку. Обе стороны договорились оперативно обсуждать возникающие проблемы. У нас сами президент же, с одной стороны, он стоит задачей, но при этом тут же обращает внимание, что реализовывая эти задачи, мы всегда должны быть очень внимательны к людям, к их нуждам, к их потребностям. Ну и, конечно же, всячески сделать так, чтобы минимально создавать неудобства. Поэтому в этих условиях нам очень важно, конечно же, максимально объяснять. Татьяна Молокова, Юрий Марков, Республика. Вчера в Чувашии наблюдался желтый уровень опасности. Сильный ветер, метели, гололедица привели к возникновению чрезвычайных ситуаций в сфере ЖКХ, повреждением линий связи, созданию на дорогах аварийных ситуаций и пробок. Особо напряженная ситуация сложилась на федеральных автомобильных трассах. Помимо снежных заносов, движению мешала и плохая видимость. Сотрудники ГИБДД работали в усиленном режиме. Уважаемые водители транспорта, будьте внимательны, погодные условия ухудшились. На дорогах, возможно, гололедица. Видимость плохая. Соблюдайте скоростной режим и дистанцию. На дорогах были развернуты мобильные пункты обогрева и питания, где водители и пассажиры могли выпить горячий чай и зарядить мобильные телефоны. Ситуация сложилась действительно непростая. По информации гидрометцентра, за прошедшие сутки в республике норма выпадения осадков состояла около 20 сантиметров. В связи с неблагоприятными погодами и условиями 14 января на трех участках федеральной автодороги руководителем федерального казенного учреждения Волга-Вятского Породора было принято решение об ограничении движения пассажирского и грузового транспорта с 14 часов до 23 часов вчерашнего дня. На региональной сети автодорог такого решения принято не было ввиду отсутствия заторов. В настоящее время обстановка нормализовалась. В связи с большим количеством снега управляющие компании должны обратить внимание на образовавшиеся опасные карнизы. Помимо тех задач, главам администрации поработать с управляющими компаниями на предмет того, чтобы обратить их внимание на осмотр, прежде всего, опасных участков, многоквартирных домов, крыш, с тем, чтобы определить возможные сходы из крыш снега. Это сегодня сходы снега может быть, а завтра могут образоваться сосульки. По информации гидрометцентра Чувашии, на территории республики 16 января вновь ожидается кратковременный снег, метель, порывы ветра могут достигать 18 метров в секунду. Дорожники и инспекторы ГИБДД рекомендуют воздержаться от поездок на автомобилях без особой необходимости. Ольга Семенова, Юрий Марков, Республика. В Чувашии с начала года произошло более 40 пожаров. Как правило, они случаются в частном секторе. Очередной профилактический рейд прошел на улице Герцена в столице республики. На улице Герцена десятки домов. Типичная чебоксарская частная застройка. Печное отопление, газовые котлы, при необходимости вход идут и электрические приборы. Морозы – тот самый случай, когда работает все. Специалисты смотрят, не нарушены ли правила эксплуатации теплооборудования. А когда вы газооборудование проверяли? – Проверялось, я скажу. Они приходили в ноябре, или в октябре, или в ноябре приходили. – Не забывайте, раз в год необходимо проверять. – А у меня и адрес есть, и сантехник, адрес есть. – Понятно. – У меня котел новый. – Хотели бы вас узнать, как у вас располагают дела по части пожарной проводки, как у вас там, отопление? – А лицо? – Показовое? – Показовое, нет, кожевое. – Утенам, МЧЖ каждый год приходит. Проверки проводятся еженедельно, по вторникам и четвергам. Это не только выявление нарушений, но и профилактические беседы с жителями по поводу того, как правильно эксплуатировать отопительные печи, газовые котлы, как избежать перегрузки электрической сети и короткого замыкания. – Как показывает статистика, эти рейды дают свои результаты. По сравнению с 2019 годом, в 2020 не допущено сильного роста пожаров. Ущерб снизился в два с половиной раза. Рейды проводятся такие регулярно. Еще в прошлом году 17 многодетным семьям Московского района установили автономные пожарные извещатели. Они предупреждают об обнаружении возгорания в помещении звуковым сигналом. Приборы были приобретены в рамках муниципальной программы. Обстановка стабильная, но в последние два дня фиксируется небольшое увеличение как числа вновь регистрируемых случаев, так и тяжелых форм заболевания COVID-19 в республике. Свободный коечный фонд на 15 января составляет более 33%. Эпидемиологическую ситуацию в регионе обсудили на заседании оперштаба по коронавирусу. У 105 человек в республике сегодня подтвердился COVID-19, выздоровели 73, умерли 13. При появлении первых признаков заболевания медики рекомендуют незамедлительно обращаться к врачам, чтобы вовремя пройти тестирование и начать лечение. С запущенными случаями бороться сложнее, самолечение тоже не выход. Пациенты могут перенести болезнь в тяжелой форме и долго восстанавливаться. Продолжает функционировать на территории республики 3095 коек. На сегодняшнем состоянии находится 2064 человека. В состоянии средней тяжести 1422 человека 68,9%, тяжелых 563 человека, что составляет 27,3%. И в крайнем состоянии 68 человек, что составляет 3,3%. В принципе, в процентном соотношении количества тяжелых, средне-тяжелых и крайне тяжелого состояния пациентов, они соответствуют российским нормативам примерно в такой же пропорции. На аппаратах искусственной вентиляции находится 46 человек. Глава Чувашии напомнил, что продолжают работать Центры амбулаторного лечения коронавирусной инфекции. Лекарства пациенты получают бесплатно. Усиливаются меры для предотвращения третьей волны распространения COVID-19. В регионе идет подготовка к массовой вакцинации. Приоритетная задача – привить медиков, педагогов и людей старше 55 лет. Пока в республику поступило 4242 дозы. На сегодня привили 1272 человека. При благоприятной эпидемиологической обстановке вузы Чувашии с февраля перейдут с дистанционного режима обучения на привычную работу в аудиториях. Кроме того, планируют вернуть болельщиков на спортивные мероприятия, проходящие на крупных объектах. Татьяна Трофимова, Юрий Марков, Республика. В республике полным ходом идет вакцинация от коронавируса. А те, кто уже привился, получают особый паспорт. С конца декабря возможность обезопасить себя от опасного вируса наряду с другими категориями получили граждане в возрасте 60+. Записаться на вакцинацию могут все желающие. Для этого нужно обратиться в поликлинику по месту жительства или записаться через единую горячую линию по номеру 122. Для проведения иммунопрофилактики в республике работает 29 пунктов вакцинации. Мы получили расширенную инструкцию к вакцинации, где точно оговаривается, что бояться вакцинации лицам старшего возраста и лицам, которые имеют хронические неинфекционные заболевания, не нужно. В каждом случае индивидуально будем подходить к человеку, который имеет сахарный диабет или сердечно-сосудистые заболевания. Бронхолегочные заболевания тоже сюда же к этой группе относятся. Перед прививкой врач осматривает пациента и определяет наличие противопоказаний. И только после этого оформляется информированное согласие пациента и заполняется анкета. Медики отмечают, что с декабря желающих привиться возросло. Не боюсь, потому что я доверяю нашим медикам, нашим ученым. Почему? Безопасность. Во-первых, своя безопасность. Во-вторых, безопасность родных, близких, тех людей, которые находятся вокруг меня. Но даже у меня, как у аллергика, прошло более-менее спокойно. После проведения вакцины врачи рекомендуют придерживаться некоторых ограничений. В течение трех дней в баню, в сауну не ходить, плечо не мочить. Алкоголь полностью исключаем в три дня, тяжелый физический труд полностью исключаем. Что дома можно делать и что нельзя делать, все в памятке расписано, памятку я вам отдаю. Привитый от коронавируса также автоматически получает электронный паспорт вакцинированного. Увидеть его можно на портале госуслуг. Там же ведется дневник самонаблюдения. В нем добровольно заполняются данные о самочувствии, о возникших проблемах со здоровьем и о принимаемых лекарствах. Инесса Потапова, Николай Скворцов, Республика. В Урнарской центральной районной больнице появилось три новых автомобиля неотложной помощи. Они пришли еще в декабре. В рамках нацпроекта здравоохранения врачи получили и планшеты. У машин скорой помощи на селе универсальное предназначение. Они не только выезжают на срочные вызовы, но и доставляют пожилых пациентов на диспансеризацию, другие обследования. Возят мобильные бригады медиков к больным коронавирусной инфекцией, обеспечивают доставку лекарств. Скорые совершили около 70 выездов. Новые машины пришли очень кстати. Нагрузка у медиков колоссальная. Это помогает сократить время на вызовы, увеличить количество обслуживаемых адресов. В канун Нового года доктора стали обладателями и мобильных планшетов. Раньше, если доктору приходилось по возвращению с вызова неотложной помощи у себя на рабочем месте вводить данные в электронную медицинскую карту, то сейчас посредством планшета и доступа сети интернет он может, непосредственно находясь дома у пациента, войти в его электронную карту, записать его на те или иные виды диагностических исследований, записать его на повторный прием к себе или специалисту любого учреждения Чувашской республики медицинского. Доктор Вероника Тимофеева признается, что цифровые технологии здорово облегчили работу. Во время планового осмотра семьи Оськиных она успела посмотреть карты пациентов, выписала супругам рецепт и записала их на следующий прием. Мы часто обращаемся как к местному пункту, так и к врачам райбольницы. Но главный наш врач по наблюдению – это наша Вероника Владимировна. Она обращается к нам как к родным, близким и всегда готова помочь. Три раза она спасла меня от смерти. И новые машины, и планшеты – лишь часть большой работы по модернизации первичного звена здравоохранения. Ульяна Пятакова, Дмитрий Салманов, Республика. В Чувашском госуниверситете завершается реконструкция общежития номер два. Ход работ проинспектировала руководитель Чувашского регионального отделения партии «Единая Россия» депутат Госдумы Алена Аршинова. Это общежитие теперь явно выделяется на фоне других. Проектировщикам пришлось потрудиться, чтобы увеличить площадь почти на треть, возвести дополнительный шестой этаж и обеспечить студентов всем необходимым. На первом этаже жилые комнаты предоставлены маломобильным студентам. Среди первокурсиков сколько человек? Меньше десятка среди первокурсиков. Я думаю, что будет хватать. По крайней мере, в этом общежитие. И закроем потребность. В комнатах будут проживать по два человека. По сути, это квартира, где могут жить по 4 и 6 человек. В комнатах есть вся мебель, кровати, тумбочки, шкафы. А в холле кухня и санузел с душевой. Это здание было построено в 1962 году. И Алена Аршинова и Андрей Александров отметили, что в годы их учебы таких общежитий не было. Я жил в общежитии университета. И по тем временам это было хорошее общежитие. Чистое. Но благоустройство было, конечно, следует. Я тоже жила в общежитии. Конечно, совершенно. Очень приятно. Чистое, новое, красивое, новая мебель. Большие окна, шикарный свет. Здесь очень здорово. Это прям очень приятно. Кроме строителей, на объекте работают студенты, которые раньше здесь проживали. Они попали сюда через студенческую биржу труда. Все будущие медики граждане как России, так и ближнего зарубежья. Я замолчил Башкирии. Второй курс. А кем хотите быть? Реаниматологом. Да, я работаю сейчас в РКБ, в реанимации. А, то есть вы уже работаете? Да, медбратом. Как здорово. Реконструкция пятиэтажного здания началась в конце 2019 года. 88% средств поступило из федерального бюджета в рамках нацпроекта образования. Оставшиеся деньги выделил ВУЗ, благодаря собственной программе развития. Без помощи, конечно же, руководства республики, руководства города, Чебоксары, депутатов, государственной думы, не удалось бы сдать объект досрочно, на 6 месяцев раньше установленного нормативного срока. И этот сложный проект по структуре своей, по архитектуре, вот он был реализован сообща, вместе. И я думаю, что студенты медицинского факультета, которые будут здесь жить, их будет 320 человек, по достоинству оценят все усилия нашей команды. От студентов мы ждем того, что они будут показывать более высокие академические результаты. Потому что здесь уж сказать, что нет условий для подготовки домашних заданий, для обучения онлайн, вот этого повода не будет. Это общежитие одно из первых в России, которые реконструируются в рамках партийного проекта «Новая школа». То, что я увидела, мне очень понравилось. Во-первых, очень здорово, что Чувашский госуниверситет и руководство Андрея Юрьевича Александров, в частности, как ректор университета, сделал все возможное, чтобы попасть в эту программу. Потому что это было не так-то просто. Это, согласно 204-му указу президента о национальных целях, есть различные программы, в том числе и это. И фактически около 150 миллионов рублей, среди которых есть и средства университета, и около 130 миллионов рублей федеральных. Но на самом деле это очень серьезная поддержка на одно общежитие. Уже 25 января в общежитии будет многолюдно. Студенты, которые почти полтора года ждали окончания ремонта, смогут заселиться в свои новые комнаты. Между тем, университет уже готов начать реконструкцию соседнего общежития. Татьяна Молокова, Николай Скворцов, Республика. Сегодня 10 лет Следственному комитету Российской Федерации. За это время на территории Чувашской Республики было проведено свыше 46 тысяч доследственных проверок. Возбуждено около 15 тысяч уголовных дел, две трети которых направлены в суд. Лучших в профессии наградил глава Чувашской Республики. С особенностями работы профессионалов познакомилась моя коллега Юлия Важенина. Первоначально Следственный комитет относился к прокуратуре. Однако 10 лет назад президент России своим указом вывел его в самостоятельный орган в прямом подчинении главе государства. Это позволило добиться наибольшей самостоятельности, объективности и независимости предварительного следствия. Особенно учитывая то, что Следственный комитет расследует коррупционные, должностные преступления. Они первые появляются на месте преступления, изучают улики и ищут виновных. Более 140 статей Уголовного кодекса – самые опасные категории преступлений в компетенции следователей-криминалистов. Волосы, оставленные на месте происшествия, отпечаток пальца или след от ботинка – все это помогает специалистам раскрыть преступления. В Следственном комитете нашей республики есть специальный учебный полигон, где начинающие следователи проходят стажировку. В зависимости от ситуации, которую может наблюдать следователь, он определяет, в каком порядке и какие следы он должен изымать. Сегодня на вооружении у следователей специальное оборудование. Например, обнаружитель скрытых видеокамер. Он помогает отыскать записывающие устройства, которые могут содержать важную информацию для последующего изъятия и приобщения к уголовному делу. В раскрытии особо тяжких преступлений помогает источник криминалистического цвета. С его помощью можно обнаружить следы, которые не видны невооруженным глазом. Данное оборудование применяется в комплексе со специальными очками, которые имеют свой цветовой спектр для получения изображения. Это гибкий эндоскоп, оборудование с помощью которого можно заглянуть в труднодоступные места. Например, в сейф, в замочную скважину. Или, например, если есть угроза для жизни, следователь может посмотреть, что происходит в комнате, не заходя в нее. Достаточно просто вот так вот протянуть камеру в щели между дверями, и уже видно, что же происходит в комнате, что там есть. Криминалисты сегодня могут даже снять отпечатки пальцев, которые не появляются при использовании привычных дактилоскопических составов. Имеется специальная ванночка у нас вот здесь, куда помещаем клеится, он крылатный. Вот. В дальнейшем включаем камеру, она вот в течение часа у нас будет работать. В течение часа будет работать. И наблюдать будем через специальное стекло, окно, процесс выявления следов пальцев в рук. И по мере необходимости остановим машину, изымем, упакуем на правильную экспертизу. За годы работы Следственного управления Следственного комитета в Чувашии в два с половиной раза снизилось количество криминальных смертей. А раскрываемость с особо тяжких преступлений достигла 90% случаев. Юлия Важенина, Павел Иритков, Республика. Союз журналистов Чувашии подвел итоги конкурсов на исско-не-республиканских журналистских премий имени Семена Эльгера, Николая Никольского и Леонида Ильина. Именно лучших журналистов Республики в нашем сюжете. Премию имени Семена Эльгера присудили Владиславу Николаеву. Он подготовил ряд публикаций под рубрикой «Знаменитости с чувашскими корнями». Были материалы, отдельные материалы, интервью со спортсменами, со арсистами. Но в прошлом году мы выиграли грант Министерства цифрового развития информационной политики и массовых коммуникаций Чувашской Республики. И этот грант помог уже вплотную заняться этим проектом. Премию имени Никольского за лучшие журналистские произведения по проблемам развития экономики, науки и культуры присудили фото-журналисту Сергею Журавлеву. Премию имени Ильина за лучшие журналистские произведения по проблемам развития сельского хозяйства Артемию Мясникову и Андрею Михайлову. Церемония награждения состоится завтра во Дворце культуры Чувашского государственного университета имени Ульянова. Наши земляки Лана Прусакова и Дмитрий Мулиндеев стали победителями второго этапа Кубка России по фристайлу. Соревнования в олимпийской дисциплине «Биг Эйр» и «Слоуп Стайл» прошли на трассах горнолыжного курорта «Солнечная долина» в городе Мяс Челябинской области. В начале января Лана успешно выступила на этапе Кубка мира по фристайлу в дисциплинах «Биг Эйр» и «Слоуп Стайл». На снежных трассах австрийского края Шберга она показала 11 результат и стала лучшей среди россиянок. На Кубке России спортсменка получила золото в обеих дисциплинах. На этих соревнованиях я прыгала достаточно сложную для себя программу. На международных соревнованиях я стараюсь использовать те же техники для успокоения эмоционального состояния, что и на внешних соревнованиях. «После Мяса Челябинской области я вернусь домой несколько дней, после чего мы с командой отправимся на европейский сбор для подготовки к чемпионату мира. То есть следующее соревнование у нас будет проходить уже в Канаде, а это будет взрослый чемпионат мира, к чему я, собственно, и готовлюсь». До одного из главных православных праздников крещение остается несколько дней. На водоемах при храмах уже идет подготовка купелей. С 18 на 19 января традиционно верующие будут окунаться в специально подготовленные проруби. Люди это делают в память о крещении Иисуса Христа в реке Иордан. В Чувашии для купания будет подготовлено около 200 мест, 56 из них на водных объектах республики. В Чебоксарах купели обустраивают около Свято-Троицкого монастыря. Глубина проруби чуть больше метра. Лед в этом году максимально безопасный для нахождения людей – от 35 до 45 сантиметров. Для сравнения, в прошлом году на крещение была дождливая погода, и его толщина была в районе всего 20 сантиметров. Сотни человек – спасатели, правоохранители, медики по всей республике будут обеспечивать безопасность. По прошлым годам у нас данное мероприятие в Крещенскую ночь проходило без всяких происшествий, без травм и несчастных случаев с людьми. Надеемся, что и в этом году все пройдет благополучно и без происшествий. Медицинские работники неоднократно нас предупреждали, что в Крещенскую ночь купаться не рекомендуется людям с хроническими заболеваниями сердца, кто страдает давлением. Всем остальным, с учетом здоровья, врачи рекомендуют закаливать свой организм заранее. В связи с пандемией в местах купания необходимо соблюдать социальную дистанцию и надевать маски в местах для переодевания и обогрева. Татьяна Трофимова, Юрий Марков, Республика. Это были главные новости пятницы, 15 января. Хороших вам выходных. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин